всем привет приветствую вас на канале qwerty меня зовут александр панчин и сегодня мы поговорим о мусоре в нашей днк вы когда-нибудь задумывались о том чем мусор отличается от барахла мусор это что-то что пахнет воняет от чего нужно избавиться иначе все будет плохо это протухшая курица который лежит в вашем холодильнике отравляет вашу жизнь а барахло это что-то такое вроде поломанного кресла она лежит как бы не мешает но в него иногда можно споткнуться когда ученые говорят о мусоре в днк то они на самом деле скорее подразумевают барахло хотя и мусор в нашей днк тоже есть наш геном то есть совокупность наших молекул днк которые отвечают за нашу наследственную информацию это такие ниточки представляющие собой в сумме 3 миллиарда букв а т г и c естественно за этим стоят химические молекулы но представим себе покажет о виде такого большого большого текста и вот 3 миллиарда букв много это или мало но с одной стороны вроде бы и немало на другой стороны вы можете поместить это на одну маленькую флешку сместить себе в карман весь свой геном все что отвечает за то как вы биологически устроены вот на самом деле из этих трех миллиардов букв лишь небольшой процент отвечает за что-то по-настоящему важное как ученые могли это усыновить начнем мы немного издалека был такой математик вызвали авраам вальд и он работал на военные воздушные силы и его задача заключалась в том чтобы определить какие части самолетов нужно бронировать для этого он анализировал статистику дырок от пуль в тех самолетах которые вернулись боевых действий и оказалось что в этих самолетах много дырок например в крыльях и достаточно мало двигателях некоторые военные говорили о значит нужно бронировать крылья а вальт сказал бы совершенно не правы все ровно наоборот нужно вешать броню там где дырок мы не наблюдаем потому что те самолеты которые вернулись на базу с ними все в порядке они долетели эти повреждения несущественно не повредили незначимые части этого самолета но мы не видим те кто который подбили самолеты там же эти самолеты к нам не вернулись вот вот это вот явление получило название ошибки выжившего и она касается самых разных аспектов нашей жизни например вы часто слышали когда какие-нибудь эти говорят опа я сходил к целителю и мне помогло но вы не услышите тех людей которые скажут я сходил к целителю и умер потому что они не живы так вот биологи используют очень похожий подход наша молекула днк это по сути тоже такой самолет в котором возникают дырки эти дырки это мутации мутации возникает постоянно в каждом поколении у людей например возникает на 50 новых мутации которые мы отличаемся от наших родителей и вот мы можем смотреть на эти дырки где они возникают а где нет можем сравнить какие дырки возникли у людей по сравнению с другими животными или у разных животных по сравнению друг с другом и дальше мы можем понять какие участки днк изрешечены дырками какие дырки вообще не содержит вот если в каком-то месте в нашей днк дырок не бывает значит это что-то очень важное потому что все что получала в это место дырку оказывалось мутантом настолько не приспособлены к жизни что он не оставлял в итоге потомство все остальные там участки днк где дырок много а это означает что у них можно допускать эти ошибки эти мутации то есть они не очень важны и вот если мы посмотрим на геном человека то окажется что примерно 8 и 2 процента нашего генома это те места в которых мы очень сильно избегаем дырок а других местах генома дырки дозволительны и вот отсюда возникает такое революционное представление о том что на самом деле больше 90 процентов нашего генома является браху с этой точки зрения пытались некоторые другие ученые сражаться был такой большой проект который удался на колод на него потратили несколько миллиардов долларов тысячи достаточно успешных и речательных на самом деле ученых сделавших на массу на самом деле важных открытий они пытались обосновать точку зрения что на самом деле процент этих важных участков в геноме во много больше больше 80 процентов у них вышла статья и даже не одна статья которых это утверждалось но потом эти работы были сильно раскритикованы потому что авторы этих работ очень своеобразным образом обозначали что такое функция ну например если у вас есть участок днк и с ней с этим участком днк взаимодействует какая-то молекула и вот они говорят функция этой молекулы днк это взаимодействие с некоторой молекулой но совершенно не означает что это взаимодействие хоть чему-то приводит для чего-то нужно например вы шли по улице наступили ботинком в жвачку жвачка прилипла к вашему ботинку вы же не говорите то функция вашего ботинка прилипать к жвачке вот то же самое возникало и здесь и вот собственно главный аргумент критиков этого выводов этого проекта энкоуд заключался в том что они выдают за функцию такую жвачку а если мы посмотрим на реальную долю тех участков генома которые важны в которых не возникает этих мутаций то этот процент будет очень небольшой почему эта концепция общем того что бывает барахло в днк она такая привлекательная почему она мне например очень нравится представьте себе объяснение зачем луку геном в 5 раз больше чем человек вроде лук не очень сложный но у него днк еще больше чем у нас скорее всего там еще больше мусора но можем ли мы как-то экспериментально подтвердить предположение ученых о том что то что они вот предсказали что это ненужная днк что на самом деле не очень нужна такие работы проводились например на грызунах брали мышей у этих мышей предсказывали вот основании этих вот последовательности дырок ненужные участки днк изрешеченные этими дырками предсказывали участок длиной полтора миллиона этих букв а ты говорится и 0 8 миллионов букв и дальше эти участки вырезали из генома с помощью генной инженерии получают их от генномодифицированных мышей лишенных вообще-то большого такого блока даже двух генетической информации и ничего эти мыши были совершенно нормальной лаборатории они не по поведению не по каким-то своим биологическим показателям от обычных мышей не отличались но некоторые ученые пошли еще дальше правда это было сделано не на микопитающих а на бактериях ученые по имени крейг-вентер взял бактерии у которой было совсем немного генов него 900 генов что даже по меркам бактерий совсем немного если такая простая бактерия и показал что вообще-то даже те участки днк которые несут некоторую функцию от них тоже иногда можно избавиться без особых последствий он убрал примерно половину этих генов оставив 473 гена и показал что эти бактерии все равно размножаются все с ними все в порядке но они делятся немножко медленнее чем обычные примерно в три раза что конечно бы не позволило бы им на выжить в дикой природе но в условиях лаборатории их холят и лелеет с ними все абсолютно в порядке таким образом на самом деле жизнь можно упрощать днк содержит множество участков которые мог быть важны в определенных ситуациях может быть вообще не нужны вовсе а может быть нужны лишь в контексте того что наши организмы постоянно эволюционируют иногда на месте где когда-то был мусор может родиться новый ген и тогда может получиться новый вид новый организм с новыми свойствами и научной литературе таких примеров на самом деле достаточно много на этом все большое спасибо за внимание подписывайтесь на канал и не забывайте выносить мусор спасибо за просмотр!